В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского муниципалитета в студии Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале выпуска коротко об основных событиях. Здание третьего хирургического отделения Видновской районной больницы скоро преобразится. В настоящий момент со стен и полов удаляют старое покрытие. Каким будет обновленное отделение, пока можно только гадать, но масштаб работ впечатляет. Нерадужная встреча. Жители ЖК «Краски жизни» и «Радужный» встретились с представителями компаний, обслуживающей дома. У меня будет квартира до площади 45 метров. Зимой я заплатила один месяц 9 тысяч, другой 7 тысяч. Ученик Видновской школы искусств Никита Киселев стал лауреатом престижного общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Токсилофон – это фортепиано, по которому нажимал, это бьет палками. То есть тут также есть черные и белые, только они все черные. Начался долгожданный ремонт здания, в котором располагается третье хирургическое отделение Видновской районной больницы. Оно построено в 1962 году. Последний косметический ремонт здесь проводился более 20 лет назад. Как преобразится старая постройка, узнала наша съемочная группа. Уже на подходе к зданию плакат извещает. Больница находится на капитальном ремонте по программе губернатора. О его необходимости говорили уже давно, и вот дело пошло. Старое здание не соответствует современным медицинским стандартам. После ремонта это будут уже совсем другие отделения. Вмещение в каждых палатах туалета, душа. Безусловно, должны быть достаточно комфортные реклинационные зоны. После ремонта мы уже будем оснащать их под определенный профиль этих операционных и отделений. На 15 мест рассчитано хирургическое отделение и на 25 – глазное. В месяц в больнице принимает более 60 человек. При этом здесь 50 лет не менялись радиаторы отопления и оконные рамы. Отсутствовала система кондиционирования. Там, где раньше были стерильные операционные, теперь мусор и разруха. В настоящий момент со стен и полов удаляют старое покрытие. Каким будет обновленное отделение, пока можно только гадать. Но масштаб работ впечатляет. На ремонт выделено более 100 миллионов рублей. После того, как был создан проект будущих помещений, свои правки в него внесли врачи. Ведь в их работе необходимо учесть массу нюансов. Здесь надо предусматривать то, что если у нас эти отделения ориентированы на операции, то надо подусматривать, чтобы каталка, на которую будут везти пациента в операционную, она должна помещаться, въезжать между ними. Реконструкция продлится до 2020 года. На это время третье хирургическое отделение переехало в другое здание. Идет ремонт и в помещении офтальмологии. О прошлом здесь напоминает только вот этот настенный календарь, кстати, за 2019 год. Сейчас здесь тоже неприглядная картина, но после ремонта тут все будет в буквальном смысле радовать глаз. Вскоре начнутся работы и в кожно-венерологическом отделении. Постоянно на объекте трудятся от 30 до 40 рабочих разных специальностей. Ведь за сравнительно небольшой срок сделать надо немало. Контракт большой на проведение полного капитального ремонта с заменой всех инженерных систем, системы вентиляции, общестроительных работ, фасадные работы, входная группа. То есть полный капитальный ремонт. После нашего ухода здесь будет новое здание. К октябрю рабочие планируют приступить к фасадным работам. Выборный процесс один из самых важных в жизни деятельности муниципалитета. Поэтому мы стараемся максимально оперативно информировать вас обо всем, что связано с выборами. У нас в студии гости. Это председатель территориальной избирательной комиссии Вера Маркина. Здравствуйте, Вера Сергеевна. Добрый день. Итак, какие же у нас новости в связи с преобразованием Ленинского района? Буквально вчера было принято решение Московской избирательной комиссии Московской области о возложении полномочий по проведению выборов депутатов городского округа на территориальную избирательную комиссию Ленинского района. То есть на нашу избирательную комиссию. Поэтому с этого момента наша комиссия уже вступает в активную фазу. Мы приступаем к формированию новых 30 одномандатных избирательных округов. Округа у нас в этот раз будут большие. То есть в среднем численность на каждом избирательном округе будет составлять около 4000 избирателей. И в ближайшее время, конечно, наша комиссия предстоит сформировать эти округа в соответствии с законом, в соответствии со всеми требованиями, которые нам предъявляются. И, конечно, после этого эта схема будет утверждена и размещена в открытых источниках для наших жителей. То есть теперь округов на территории поселения не будет? Да. У нас территория теперь городского округа – это единая территория. Так как раньше Ленинский район состоял из поселений, то в каждом поселении были округа. Но учитывая то, что теперь у нас это единая территория, то у нас и округа будут формироваться как на единой территории. То есть у нас в тот или иной избирательный округ могут входить территории как сельского поселения Развилковское, так и сельского поселения Молоковское. Или городского поселения Видное и, например, горки Ленинские. Так как мы знаем, что у нас Купеленко, например, микрорайон, он очень тесно сопряжен с городом Видное. Уже границы там, конечно, никакой нет. Поэтому для избирателей уже важно тоже для наших жителей переформатироваться и понимать, что мы уже на единой территории с вами пребываем. И округа будут формироваться по такому принципу. Повлечет ли формирование новых избирательных округов создание каких-то новых, опять же, избирательных участков или закрытие старых? Как будет происходить этот процесс? Да, действительно, так и будет происходить. В новых застройках, на новых округах придется нам создавать и формировать новые участковые избирательные комиссии. Это, конечно, касается новых микрорайонов, новых застроек. А на старых избирательных округах, учитывая, что поменяются их границы, поменяется их адресное пространство, конечно, нам тоже придется менять их территорию относительно округа. Но в любом случае мы эту работу будем проводить и, естественно, доводить ее до жителей и максимально информировать вместе с вами. Ну, впереди у вас действительно, как говорится, непочатый край работы. Пожелаем вам удачи. Спасибо, что пришли к нам на эфир, рассказали все эти интересные вещи. А я напомню, что мы беседовали с председателем территориальной избирательной комиссии Верой Маркиной. К другим новостям. Состоялась встреча жителей многоквартирных домов с представителями управляющей компании, которая обслуживает жилые комплексы «Краски жизни» и «Радужный». Коммунальщикам у людей накопилось много вопросов. На совсем не «Радужной» встрече присутствовала и наша съемочная группа. Конфликтная ситуация между собственниками квартир в жилых комплексах «Краски жизни» и «Радужный» и местной управляющей компанией «Радекс» возникла из-за претензий к качеству обслуживания жилого фонда. Администрация муниципалитета инициировала встречу двух сторон, чтобы выслушать каждое мнение и выстроить объективную картину происходящего. И, кстати, я хотел бы услышать сейчас от «Радекса», сколько поступило обращений жителей, сколько мы реализовали этих заявок, какие планы у компании вообще имеются или нет, чтобы жители воочию убедились в том, что это не голословно, допустим, управление, а оно основано на неких, так скажем, плановых решениях. В свою очередь представители УК заявили, что задолженность по квитанциям составляет около 15 миллионов рублей. А на примере одного из подъездов показали результат своей работы. Здесь вы видите вот недавно отремонтированный подъезд. Мы заменили плитку, поменяли плитку на стене, заменили светильники, цвет выбирали совместно с жителями дома. Это они предложили такой цвет. Поменяли входную группу, положили плитку на входе. Тем временем жители заявляют о несвоевременной реакции на жалобы и заявки, а также на завышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. У меня вот квартира на площади 45 метров. Зимой я заплатила один месяц 9 тысяч, другой 7 тысяч. У меня пенсия 8 900. А вы в каком доме? Второй дом. Собственники жилья приняли решение о смене организации. Однако управляющая компания «Радекс» параллельно провела альтернативное собрание, где другая часть жителей поддержала ее работу. Чтобы исключить фальсификацию, владельцы квартир обратились в госжилинспекцию. Вы пишете заявление в госжилинспекцию для проверки соблюдения порядка проведения общего собрания по выбору управляющей компанией. Вы обращаетесь в госжилинспекцию, четко подписываетесь. Собственник, квартира такой-то, свидетельство о собственности такой-то. Встреча продолжалась до темноты. Большинство пришедших требовали разобраться в ситуации и позволить им сменить управляющую компанию. Платим теперь за коммуналку 10 тысяч, да, я живу в видном, не в Москве живу, десятку я плачу. Понимаете, о чем я говорю? Дальше. У нас даже банально, доводчики на дверях не стоят, дом уже давно сданную эксплуатацию. Однако были и те, кого работа «Радекса» вполне устраивает. Я житель 10-го дома, мы с компанией «Радекс» делали обход нашего дома, все недостатки выписывали. И я вам честно скажу, они выполняются этой компанией, она выполняет свои обязательства, но не так быстро. В связи с накалившейся обстановкой администрация муниципалитета и госжилинспекции берет эту проблему под свой контроль. Сегодня действительно руководитель госжилинспекции специально направила меня сюда, для того, чтобы увидеть и услышать мнение собственников многоквартирных домов, которые выбрали новую управляющую компанию. Сейчас идет плановая подготовка к осенне-зимнему сезону. И в любом случае, пока за управление домами отвечает компания «Радекс». Готов всячески, пока мы еще не сменились, соответственно, устранять эти замечания, участвовать в жизни дома. Но тем не менее, будет ли в дальнейшем «Радекс» осуществлять свою работу на данной территории, зависит от результатов проверки. Решение жителей является первостепенным. И после рассмотрения результатов общих протоколов, общих собраний, госжилинспекция примет законные решения. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. С 5 по 25 августа у каждого жителя есть прекрасная возможность сказать «да» комплексному благоустройству своего двора. Для этого достаточно зайти на портал Добродел и отдать голос за придомовую территорию, нуждающуюся в ремонте. Детали в нашем следующем сюжете. На портале Добродел в активной фазе проходит голосование за комплексное благоустройство придомовых территорий в 2020 году. Чтобы никто не упустил шанс сделать свой двор комфортным, администрация Ленинского района проводит с жителями информационные встречи. На текущий момент состоялось уже более 30 визитов во дворы города и района, а сегодня представители власти в гостях у жителей домов 2А и 6А по Советской улице в Видном. Есть время выбрать свою дворовую территорию или проголосовать за друзей, за родственников, чтобы их дворовая территория попала в рейтинговое голосование. Сейчас у нас 79 дворовых территорий находятся на голосовании, 7 из которых выйдут в обязательные 7 дворовых территорий, которые будут запланированы на следующий год. Конечно, каждого интересует, что же входит в такую модернизацию. Прежде всего, от обновления по 8 обязательным параметрам. Современная детская площадка, обустроенные парковочные места, лавочки, урны, инфостенд приводят в порядок контейнерную площадку. Не забывают и про озеленение двора. Впрочем, этот ношительный список добрых дел не окончательный. В каждом случае есть свои нюансы и без замечаний местных жителей никуда. Запомните, пожалуйста, это анкетирование жителей проводится. Далее анкеты будут внимательно изучены и учтены. Что же хотят видеть жители Советской у себя во дворе? У нас одна лавочка, а у нас там 4 инвалида. Вот как нам разместиться? Кто-то пятый подойдет? Уже некуда. Ну, чтобы облагородили детскую площадку, спортивную вот эту вот, где футбол играет. Потому что все это гремит, могут и в 2, и в 3 часа ночи играть. У нас окна выходят на эту сторону. Как раз. Вот. И побольше, наверное, все это новое должно быть. Ну, побольше для детей всяких. Вот. Качели там, я не знаю, крутилок, вертелок. Здесь же и падают. Мальчик, вот, ты руку до крови поранил вот на этой горке. Ну, какую-нибудь современную просто площадку, а не такую деревянную страшную. Дело за малым. Успеть до 25 августа зайти на добродел и сказать «да» модернизации двора. Чем больше голосов, тем вероятнее в следующем году увидеть из своих окон благоустроенную территорию. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ученик Видновской школы искусств Никита Киселев – многократный призер российских и международных музыкальных конкурсов. И вот очередная победа. Никита второй год подряд стал лауреатом общероссийского конкурса «Молодые дарования России». О планах, любимых инструментах и о том, легко ли быть лучшим в своем деле, юный музыкант рассказал нашему корреспонденту Екатерине Борисовой. С тех пор, как мы были в гостях у Никиты Киселева в последний раз, его полки с трофеями пополнили 8 наград. Свою первую победу он одержал в 2013 году на конкурсе в детской школе искусств. Сейчас у Никиты 37 дипломов. В прошлом году было три гран-при, в этом году поднял планку до четырех. В следующем ждем пять. С восемь гран-при я получил в марте этого года на конкурсе «Колыберь России». А последнее награждение состоялось в июне. Я занял лауреатство в всероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Большая часть призовых трофеев за игру на ксилофоне. Это первый инструмент, на котором Никита научился играть. Ксилофон – это фортепиано, по которому нажимают, а бьют палками. То есть тут также есть черные и белые, только они все черные. Ксилофон имеет три с половиной октавы и разные палки на разный оттенок. Никита – мультиинструменталист. В его арсенале ксилофон, вибрафон, маримба, ударная установка, глюкофон и фортепиано. И он не прочь освоить еще несколько. Репетировать приходится много и почти каждый день, даже летом. Но Никита понимает, без упорного труда ничего не добиться. Свою дальнейшую судьбу он думает связать с эстрадными ударными инструментами. Из самых ближайших глобальных целей – это поступить в Министерское училище в Москве, потом перейти в академию и получить заграничное образование. Из конкретики, я думаю, Беркли. У нас не особо продвигается образование на эстрадных ударных инструментах. У Никиты музыкальная семья. Папа играет на гитаре и кларнете. Мама на фортепиано – старший брат на бас-гитаре. Конкурсной и концертной деятельностью сына занимается мама Елена. Для этого ей пришлось даже уйти с работы. Но она не жалеет талант сына, говорит, заметили еще в раннем детстве. Его преподаватель заметил. Он написал в его характеристике, что очень быстро запоминает весь музыкальный материал. Эта особенность дает ему, конечно, больше времени заниматься своими любимыми занятиями. Он занимается на ударке. Если он садится, даже немножечко позанимался, что ему нужно. Дальше он просто включает музыку и импровизирует, как хочет. Нашему герою нравится играть джаз, джаз-рок и фьюжн. Недавно в составе музыкальной группы отца он принял участие в конкурсе «Триумф джаза» в качестве ударника. К выступлению тщательно готовились. Сейчас Никита в ожидании очередного конкурса. На нем он выступит сразу в трех номинациях. Сыграет на виброфоне, ксилофоне и ударной установке. И видя, с каким упорством он достигает поставленных целей, можно с уверенностью сказать, у него все получится. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Евгений Садовский, Видное ТВ. Свой профессиональный праздник строители впервые отметили в 1956 году. С тех пор посвященные им торжественные мероприятия ежегодно проходят по всей России во второе воскресенье августа. В преддверии него в районном центре культуры и досуга состоялся праздничный концерт и чествование работников строительного комплекса муниципалитета. Анастасия Воронина расскажет подробнее. Инженеры, архитекторы, монтажники, каменщики, проектировщики, абсолютно все люди, которые имеют отношение к строительной отрасли, собрались здесь, в Центре культуры и досуга города Видное, на торжественном мероприятии. Ленинский муниципальный район является самым большим по объему жилищного строительства. С каждым годом на его территории появляются новые дома, культурно-образовательные учреждения, досуговые центры и дорожные развязки. Труд строителей виден каждому, ведь то, что создается их руками, делает жизнь людей комфортнее. Спасибо вам большое за ваш труд, спасибо за то, что вы являетесь для нас примером, спасибо за то, что вы передаете тот опыт и те традиции новому поколению людей, которые созидают, которые строят детские сады, детские площадки, которые строят школы, которые искренне любят ту территорию, на которой живут и работают. На концерте, посвященном Дню строителя, в адрес виновников торжества прозвучало много теплых слов, а также профессионалов своего дела наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Творческие коллективы и артисты муниципалитета поздравили строителей яркими музыкальными и танцевальными номерами. Особое внимание в этот день уделили ветеранам, которые создавали облик родного края своими руками. Пелагея Буртасова более 40 лет трудилась в строительном комплексе района. За годы тяжелой работы ее не сломили ни холод, ни слякоть, ни зной. Я каменщица была. Мне с первого рабочие приходили, вот эти кирпичи собирала, убирала все. Потом меня застали траншеи выкладывать. Потом с этого пошла, я то, что катурила, вот эти канализации мы делали сверху, все делали, мы все работали. Олег Варламов тоже всю свою жизнь посвятил этой профессии. По сей день он работает инженером-строителем и гордится, что создает социально значимые объекты и участвует в благоустройстве района. Закончил в свое время миссии, перед этим закончил строительный техникум, так что строители во втором поколении. День строителя, я как бы всю жизнь, с детства отец всегда отмечал праздник. Он не так широко отмечался в советское время, но дома это был всегда праздник. И сам я почувствовал, когда поступил в строительный техникум, то есть с 15 лет, так сказать, я день строителя отмечаю. Праздничный концерт завершился видеороликом, посвященным людям самой созидательной профессии. Не врубитесь из ноги в холода, да-да-да, строители, строители, строители призвания навсегда. Анастасия Воронина, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова